В этом месте летом совершили наезд на ребенка. В администрации приняли решение обезопасить этот участок дороги. Здесь на улице Босова установили металлическое ограждение для того, чтобы люди больше не смогли переходить дорогу в неположенном месте. Но, как говорится, нашему человеку все нипочем. Не нравится забор, оторвем его с корнем. Вот посмотрите, как искусно это сделали. То же мы видим и в конце других асфальтированных тропинок. Только тут из ограждений сделали калитки, которые при желании можно открыть или закрыть. Проходящие мимо мужчины назвали эту ситуацию юмором нашего города. Дорожка есть, а сойти с нее некуда. Но вот парадокс. Администрация поставила забор исключительно в благих целях. А в результате люди мало того, что ставят под угрозу своей жизни, так еще и подают друг другу негативный пример. Мне бы хотелось сказать пешеходам, попросить их все-таки подавать пример, собственным примером своим детям, соблюдать правила дорожного движения. К сожалению, что пешеход, он в любой момент может оказаться и участником ДТП, и виновником, и, к сожалению, пострадавшим. Существует несколько версий, кто мог выломать ограждение. Некоторые считают, что на это способен только очень сильный мужчина, а кто-то уверен, что и молодежи это под силу. Потому что студентам удобнее здесь переходить дорогу. А вы где дорога сами переходите? Ну, я вот там перехожу. По правилам? Да. В предыдущем репортаже мы рассказывали о том, что в случае, если ограждения сломают, администрация будет их ремонтировать. Ведь, как говорят ее представители, безопасность превыше всего. Но тут встает вопрос с финансированием. Хватит ли территориальному управлению средств на то, чтобы постоянно наводить за жителями порядок? Что ж, остается надеяться на лучшее, на то, что несчастных случаев на этом участке дороги не произойдет. Полина Громова, Максим Барышев, ИСТРРФ.